Всем привет! Меня зовут Маша Себова. Это мой тревел-влог. Все по 30. Со мной только моя селфи-палка, моя камера. И сегодня, я думаю, вы догадались, где я. Где? На ладошке, пожалуйста, на ладошечке. Вранденбургские ворота. Я в Берлине. Берлине! 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 Рассказываю правила. У меня есть 30 евро на жилье, еще 30 евро на еду и 30 евро на развлечения. Я должна вместиться в этот бюджет на 2 дня и гульнуть по-настоящему. Вранденбургские ворота. Это, наверное, первое, что приходит в голову при мысли о Берлине. Это такая настоящая классическая берлинская классика. А еще это Берлинский собор, музейный остров. Ну, естественно, Берлинская стена. Конечно же, Рейхстаг. Кстати, если вдруг будет желание попасть в Рейхстаг, вон туда наверх на купол подняться. Купола, правда, блин, не видно, но, в общем, не важно. Там есть купол, туда можно подняться. Если вдруг кто не знает, это абсолютно бесплатно. Единственное, что нужно сделать, это заранее зарегистрироваться на специальном сайте. Вы просто выбираете себе нужную дату, нужное время. Ну, и, собственно, все, приходите в нужное время. Я скажу честно, я уже разочек там была. Один раз для общего развития это как бы надо сделать. Но вот второй раз идти, ну, короче, неохота мне. Буквально в двух шагах от Бранденбургских ворот находится мемориал, который, как мне кажется, если вы приехали в Берлин, обязательно нужно посетить. Это, конечно, место классическое, но пройти мимо нельзя. Это мемориал погибшим во Второй мировой войне евреям. Это, видите, такое огромнейшее-огромнейшее как будто поле из серых плит. Вот таких плит тут, если не ошибаюсь, 2700 штук. Очень много. И они образовывают такой некий супер-лабиринт. Сейчас я зайду внутрь и покажу. Место, конечно, дико впечатляющее. Вообще вы как будто бы одни потерялись в этом лабиринте. В принципе, те, кто строили этот мемориал, они рассчитывали передать этот психологический эффект потерянности, что ли. Потому что здесь, вот если видите, вот расстояние между плитами, но как раз рассчитано на то, чтобы мог пройти только один человек. То есть вы вдвоем вот так вот вместе здесь гулять не сможете. И тогда архитекторы подумали, ты как будто остаешься один в этом коридоре и наедине со своими мыслями в окружении этих высочезных серых плит. Да, действительно, такой сильный психологический эффект. Я сейчас рискую сказать банальность, но Берлин город не просто большой, он огромный. Для меня это вообще неожиданность, потому что я думала, ну, столица, ну, как бы большой, но не так, чтобы очень. А оказалось, что Берлин, он, на секундочку, вдумайтесь, он в 9 раз больше по территории, чем Париж. В 9 раз больше квадратных километров. Вы представляете себе? Я это все к чему? К тому, что если вы приедете в Берлин, вам совершенно точно придется пользоваться общественным транспортом. Тут как бы без вариантов, к сожалению. Вот, и нужно понимать, какой билетик себе покупать. Вот, сейчас я спущусь в метрошечку, вот такие знаки, и куплю себе билет. Офигеть! Вот, и вот. Короче, офигеть, какая ситуация заключается в том, что... Да, тут все, кстати, желтенькое. Мне нравится. Вот, суть в том, что в берлинском метро вообще нет турникетов, но так я, конечно, вижу впервые, как бы, в жизни, что ты просто с улицы спускаешься вниз, и сразу оказываешься возле поездов, никаких дополнительных проходов. Интересно. Вот, сейчас, но я все равно куплю билетик. Даже с ученым того, что тут нет турникетов, здесь вот такие вот только штучки, валидаторы. Вам нужно просто закомпостировать билетик, который вы купите вот в таких вот автоматах. Но я рекомендую все равно брать билет. Почему? Потому что штрафы огромные, и проверяют часто, контролеры просто ходят по поездам в метро. И самое главное, вот я, честно, я до сих пор не могу поверить, что это правда, но я прочла такой факт, что в Берлине треть заключенных в тюрьмах, это люди, которые не покупали себе билетики. Я не знаю, как это реально вообще возможно, но это просто жаль, в тюрьму, если я не купил билетик. Это одноразовая поездка, ой, одноразовая, 2,80, но она вам не нужна. Есть на 4 раза, это 9 евро, а есть тагис-карта, это на сутки, и она стоит 7 евро, это самый выгодный вариант, берите его. Ага, секундочку. Вот так выглядит карточка. Вам понадобится билетик только на зону А, Б, потому что зона С, это пригород, это только если вы собираетесь поехать в Куддан или куда-то... О, это что-то, вот приехал. Надо так нажать и зайти. Такие прикольные здесь поезда. И очень желтые, мне это нравится, вообще все метро желтое. Я прям в тему. Больше всего мне нравятся вот эти вот Бранденбургские ворота на всех окнах. Ну, в общем-то, за едой в Берлине я сильно рекомендую ехать в район Троицберг. Это вообще супер модный район, уже очень много лет в Берлине. Вот, так что приехав сюда, вы в принципе не ошибетесь. Но, самое главное, в Кройцберге находятся, можно сказать, два кита берлинской еды. Первый из них это, вот, карри вурст, карри 36. Это, ну, по отзывам, самое лучшее и прикольное место, где можно поесть знаменитую карри вурст, которую, собственно, и придумали в Берлине. Вот, стоит самая базовая модель карри вурст, евро 70. Подают ее с солененьким огурчиком и соусом. Можно взять еще дополнительно картошку. Все там, короче, куча вариантов меню. Вот, вот где. Короче, запоминайте. Но тут же, прямо за карри 36 находится вот такой вот неприметный ларечек. Вы его узнаете по очереди огромной. Это ларечек, который называется Мустафа Кебаб. И этот Мустафа Кебаб, говорят, ела даже Ангела Меркель. Вот так. Тут всегда очередь. Вот, казалось бы, просто ларечек. Это главный кебаб вообще Берлина. Я такого огромного куска мяса, как на этом вертеле, вообще, мне кажется, не видела никогда. Тут сразу зеленушечка, чуть-чуть лука. Стандартный кебаб, напичканный всем, чем только можно, стоит 3,90. Тут такое разделение труда. Один только срезает мясо, другой это мясо накладывает. Третий накладывает только гемюзы, овощи. И четвертый выпекает булочки. Огонь. И все они в одной будочке маленькие. ПП максимальный. Петентак из лаваш. Я решила психовать, так психовать. ЗОЖ, так ЗОЖ. Вот. Вот. В лаваше чуть дороже. 5-10. Но это кажется вообще норма на двое суток по калориям. Моя любимая позиция для того, чтобы поесть, это салфи-палка между ног. Ох, лучком пахнет. Короче, там и овощи, и картошка, и мясо. В общем, все, что только можно. У меня как раз под этот момент был припасен классный факт. Что в Берлине местные съедают в день 60 тонн дёнера. Это не готового кебаба, это только мясо под кебаб. Представляете, 60 тонн мяса. Представляете, сколько кебабов в день. Ой, съедается. Ладно, лучок мне и не нужен был. Капец. Вообще не знаю, как к этому подступиться. В общем, вы понимаете, главное преимущество этого блюда, что тут есть просто всё. Это просто калорийная бомба. Так, чтобы мой второй подбородок раз и навсегда зафиксировался. А сейчас самая моя любимая часть, самая любимая фаза путешествия – это заселение в хостел. Просто посмотрите, где я сегодня буду жить. Та-да-да-дам, тадам. На корабле. И стоит это 20 евро. Really? Мне прям дико интересно, какую мне выделят каюту. Будет ли там шатать всё-таки кораблик стоит на реке? Вообще, мне кажется, это, в принципе, мой первый опыт ночёвки на корабле. Показываю. Вот такой вот отель. Снимала на Hostel World. Вот так, Hostel Bot называется. А я там, в принципе, большинство хостелов нахожу, потому что там куча вариантов, и очень часто они дешевле, чем на том же букинге. Ну что, осуществляем посадочку. Сейчас портрет Ангела Меркель сразу. Так, вот тут все оставляют свои чемоданчики. Я пришла, наверное, чуть-чуть рано, поэтому сначала оставлю чемодан погуляю, а потом приду и заселюсь. Боже, встретите на эти ноуты. Очень смешно. Мне прям монтированы, чтобы не украли. Смотрите, а там каюты, меня скоро тогда пустят. Короче, я пока в диком восторге. Видите, тут есть спасательные жилеты. Красота такая. Подружка. Привет, я уже ела твою шаурму. Еще один маст-визит всех путеводителей по Берлину. Это, конечно же, музейный остров. Вообще, берлинцы очень любят говорить, что в их городе музеев больше, чем дождливых дней в году. Да, здесь 175 музеев в этом городе. Есть даже музей Каривурст, есть музей вещей. А есть такие супермощные, классические. И если уж вы надумаете себе их посетить, то рекомендую приходить сюда в четверг после обеда, ближе к вечеру, потому что в это время каждую неделю вход во все музеи музейного острова абсолютно бесплатный. Но хочется, если ты уже идешь в музей, чтобы он был интересным. Я надеюсь, вы меня понимаете. В общем, я решила выбрать не бесплатный музей, но пока лимит позволяет, я потрачу эти 9 евро на музей. Па-па-па-пам! Где-где-где? Во! Компьютерных игр! За 9 евро вы получаете полный доступ к просто туче игровых приставок, игровых автоматов. Часть из них вот так находится за стеклом, а часть можно трогать, играть, использовать в общем. Можно тут хоть поселиться и не вылазить из этих игрушек. Причем тут, я не знаю, есть из-за, мне кажется, какие-то 70-е годы игрушки и что-то более новое. Вот даже, например, игровые автоматы, но до них я еще дойду. Но очень важный момент. Говорю сразу, пока еще даже не начала осматривать музей, я просто должна признаться по-честному, что вы имеете дело с человеком, который, ну не то чтобы вообще не играл никогда, но мой максимум это было Need for Speed и Quake 3, и это было, мне кажется, где-то тысячу лет назад приблизительно. Так, смотрите на все эти сокровища. Что у нас тут есть? Да, по-моему, все. Первый PlayStation. Второй PlayStation. Xbox, пожалуйста. Какая-то супертройная штука. Вот название, если что. Боже, это какая прелесть. Смотрите, можно вот так вот прилечь и поиграть. Я надеюсь, это какая-то детская игра, где не нужно ничего уметь. Я не позорюсь. Что мы имеем? PlayStation и какая-то штука. Как начать игру? Я пользовалась PlayStation, возможно, один раз. Мне кажется, это игрушка для пятилетних. О, блин! А вам его на тройке не нужны? Я поняла только, что этот тролль на железнодорожной какой-то фигне на меня наорал, потому что я его убила. А вот это уже что-то вообще максимально доисторическое. Слушай, вообще не знаю, что это, как этим пользоваться. Но мне кажется, это повод научиться. Боже, пазлы! Пазлы Нью-Йорк! Какой-то телек странный и два поля. И вот эта фигня. Мы попробуем крутить. Ого, смотрите. Я кручу. Я должна... А, я должна их ловить? Ого! В общем, я разобралась. Это что у нас? Теннис, футбол, сквошь. Кто играл в детстве в змейку, тот, наверное, оценит и даже проностальгирует. Только это что-то еще более доисторическое. Вообще просто дикухо. Тут еще вот я до главного не дошла. Та-да-та-там! Та-дам! Смотрите! Та-да-да-та-там! Привет! Что тебе надо делать? Один игрок. Если что, вот эта пимпочка, это я. Я должна пройти их всех до финала. Погнали! Так, следующий уровень посложнее. Да блин! Да блин! Так, шо ж ты будешь делать? Ненавижу! Да это невозможно! Лох это судьба. Еще раз, еще один раз и валю отсюда. Нет, еще один, еще один разочек, один, все, один, честно обещаю. Просто блин, ну там невозможно эту лягушку провести. Как меня бесит этот звук уже. Все. Я надеюсь, вы поняли, что это дико опасный музей. Блин, там темно на улице. Я не знаю, сколько я здесь провела времени. У-у-у! Короче, музей прикольный, но опасный. Если у вас еще есть планы на тот день, когда вы придете вот в этот музейчик, просто ставьте себе, я не знаю, будильник, напоминание, пора валить отсюда. Работает музей, кстати, если что, до восьми вечера. Ох, я наконец-то заселяюсь на свой кораблик. Мне предстоит подняться вот туда, потому что я живу сверху. Тут так сразу дискобол, мост, название которого я никак не могу запомнить. Оббаум, обраум, брюки, короче говоря, обербраум, не помню. В общем, самый красивый мост Берлина. Завтра посмотрим при свете дня. Ну, антуражик такой себе не сказать, чтобы тут все было лакшери, прям скажем. Но вид, конечно, потрясающий. Я надеюсь показать его утром. И вообще, я думаю, если честно, что я экскурсию... По этому заведению проведу утром, потому что сейчас тут жесткая темнота, я устала и хочу спать.